Приветствую вас! И отвечая на первый вопрос, хотел бы сказать вам так, что нет, это не правда. Самооценка любого человека зависит в первую очередь от него самого. Если мы говорим про самооценку взрослого человека, взрослого человека, не подростка, не ребёнка, а именно взрослого человека, тогда самооценка зависит только от него. Потому что, например, в вашем случае, когда вы говорите, зависит ли самооценка женщина от её мужчины, это также ложный посыл. Женщина сама знает себе цену. Женщина сама отдаёт себе всё в том, всё её очарование. А даже если не знает в чём, то просто фактом своего зачистояния. Конечно, ситуация складывается так, что при наличии одного только мужчины, который при условии, значит, постоянного совместного проживания с ним выступает, по сути, единственным критерием вашей женственности, и свою женственность вам негде, по большому счёту, больше проявлять. Да, конечно, наблюдаются определённые деструктивные моменты, но вы же ведь сами выбрали мужчину, который не умеет делать комплименты и знаки внимания. Сами выбрали, значит, чем-то руководствовали. Чем? Попробуйте подумать, чем вы руководствовались. И что изменилось сейчас? Поняли ли вы, например, что этот мужчина не ваш? Поняли ли вы, например, что его отношение к вам вас не устраивает? Или, может быть, что-то ещё? Это очень важно, чтобы вы отдавали себе отсчёт в том, чем продиктованы, чем вызваны подобные ваши вопросы, подобные ваши сомнения. Далее. Вполне возможно, что ситуация заключается в том, что раньше, скажем, 4 года брака с мужчиной, который не умеет делать комплименты и знаки внимания, для вас было нормально. Но когда вы 4 года сидите в дефекте и, по сути дела, это время находится только дома, то окончательно волей-неволей наднёшься в себе сомневаться. Тем более, что отсутствие активного образа жизни, постоянная нервотрёпка, может быть, приводит к изменениям негативным в вашем внешнем виде. И являясь чувствительной к этому, вы эффектно начинаете в себе сомневаться. И здесь нужно понять, что дело не в том даже, что вам делают комплименты. Дело не в том даже, что вам делают знаки внимания. Ну, мужчина сделает вам комплименты, мужчина будет вам делать знаки внимания. Правда, это уже будет не ваш мужчина, а какой-то другой. Но это детали. Это детали. Момент в ином. Момент в том, что дело в вашей роли. Социальной роли. Вы только жена твоего мужа и мать своих детей. И всё. Других ролей вы не выполняете. Другие роли вы не осуществляете. И отсюда, как раз таки отсюда, и возникает проблема. Вам нужно срочно выполнять другие роли. Вам нужно срочно свободное время. Вам нужно срочно собственные интересы. Вам нужно срочно делать что-то для себя. Хотя бы там полчаса, пару дней, если уж совсем туго. И так далее. Посмотрим, понимаете? Далее необходимо решить вопрос, связанный с вашим мужем. Вы говорите, что он не умеет делать что-то. Умеет это, знаете, внимание. Определите ли себя? Принимаете ли вы его таким, какой вот он есть, или вы хотите, хотите, чтобы он был другим? Если вы признаёте для себя, что вы хотели бы, чтобы он был другим, то вам требуется тогда признать, что как такового, как он есть сейчас, вы его не любите. Он вам не нужен. Вам нужен другой мужчина. И спросите себя, достойный ваш муж, того же вы его старались переделать, поменять. Просто честно себе на этот вопрос ответьте. Я вас не обвиняю, я вас, как бы, ни в чём не включаю. Это просто необходимые действия в данном случае. Вот об этом обо всём себя спросили. И далее. Если считаете, то попытайтесь человека поменять. Но это отдельная линия поведения. Это вывод его из зоны комфорта. Это постановка мужчины перед фактом, что он может вас потерять. Как он на это отреагирует? Как он это вас примет? Это ещё не известно. Но однозначно, если вы хотите его поменять, это необходимо сделать. Далее, если вы оставляете его таким, как он есть, это ваше право. Вы принимаете его таким. Но для этого необходимо тогда что-то делать для себя. Опять же. Более активно общаться с другими, например. Более активно реализовываться с других сверх, например. И так далее. Вот так вам и нужно восстанавливаться. Объективно, у вас есть некоторые проблемы в семье. И, по моему мнению, эти проблемы в семье нужно как-то разбирать. Объективно, эти проблемы в семье не позволяют вам чувствовать себя как-то свободно в отношениях с мужем. Объективно, эти проблемы заставляют вас застреливать фрустрацию, нереализованность и прочее. И основная проблема, которая мне видится заключается в том, что вы позволили себе четыре года сидеть в декрете. Это правда очень много. За это время вы, по сути дела, отучились выполнять те социальные роли, которые были когда-то. И вам придется это заново выстраивать. Но, так как было раньше сделать, уже не получится. Прямо за прошло время, вы поменялись. Нужно признать, что вы не вернетесь в то время, как когда вы были другой. Нужно признать, что вы можете просто сможете что-то сделать. Просто сможете так более активно и более реализующейся другой. Не такой же, как тогда другой. Вот на это потратить и ориентироваться. А если у вас возникли или возникнут проблемы на пути к этому, то мы в самом деле вам поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!